В этом видеоролике я хочу передать привет Виталику, лучшему бригадиру среди русскоязычных и моему лучшему учителю Андрею. Вот это я вот нюхаю и вспоминаю Шамурлу. Кстати, этот фломастер я купил в Нидерландах. Вот этот микрофон, в который я говорю, я купил его тоже в Нидерландах. Кстати, можете Андрей и Виталик посмотреть предыдущее видео на этот микрофон, который я с собой возил целых два месяца в Нидерландах. Вот я уже там давно распаковал. Вспоминаете этот черный кейс? Некоторые люди вспоминают черный кейс. Кстати, Ляля, этот Женя, там еще одно слово забыл употребить, но неважно, немножко волнуюсь. Он может посмотреть это видео и оценить качество звука этого микрофона. Вот, дальше по плану, что у меня... Кстати, купил Робу за 18 евро. Вот это Роба. Кстати, уже в этой Робе поработал дома. Мне она очень нравится. Очень классная Роба. Так, дальше у меня по плану это для Виталика. Сразу вспоминаю Игоря. Додига это планерка. Ну, это, короче, такая ваша тема. Что касается переезда, это опять же касается Виталика. Ну, ты знаешь, короче. Короче, Артур, Игорек, Хома и я. Все мы доехали живые и здоровые. Никто не пострадал, когда ехали в Латвию. Ехали мы целые сутки и несколько часов. И пока что я вот в Латвии и хотел немножко поговорить про еду. Потому что вот неполно 4 месяца, пока я вот работал в Нидерландах вместе с вами. Уже вот с тобой, Виталик, и с Андреем с тобой. Кстати, вот, вспомнил. Руки-балзуки, это для Андрея. Ты, наверное, будешь смеяться. Короче, вот что касается еды. Я скучал по латвийской еды. Вот реально соскучился по латвийской еды. И, кстати, я решил там проблемы с банком. Но у меня опять появилась новая проблема. Это я забыл пароль от интернет-банка. Поэтому мне опять придется идти в свой этот банк и решать эту проблему с этим паролем. Ну, кто знает, что такое интернет-банк. И когда вы забываете пароль, вы, конечно, обращаетесь опять к банку. Но это не такая серьезная проблема. Ее можно быстро, я думаю, решить. Но самое главное, я забрал свою банковскую карту. Потому что ради этого я и ехал в Латвию. Потому что когда я устраивался на эту работу, я не успел забрать просто с Латвии банковскую карту. И, короче, вот хотел про еду поговорить. Я не хочу, чтобы это видео было длинное. Просто вот вам передаю привет и мне есть что сказать. Я думаю, вы и так понимаете, о чем я здесь говорю. Просто мои многие подписчики не поймут, что такое планировка. Что такое Шамурла и кто такой Игорек. Если я бы у него взял бы у Додика и у Горька интервью, мне кажется, он стал бы знаменитостью в Латвии. В Латвии и это видео, возможно, набрало бы 10 тысяч просмотров. Может быть, меньше. Потому что некоторые люди, с которыми я поработал, они говорят, что такого человека они вообще не встречали. Как Додик Игорек. Ну, ладно. Короче, я хочу поговорить немножко про латвийскую еду. Вот, короче, чего я не мог в Нидерландах найти, это кефир. Реально, в Нидерландах нету латвийских товаров. Просто их нет. Это кефир. Вот, дальше. Чего в Нидерландах нету, но есть в Латвии. Это скабо из креймс. Латгала. Вот. И чего на самом деле не хватало мне, это латвийского хлеба. Вот реально не хватало. Допустим, вот тут у меня в руках севишка руб майзы. Вот. И вот так понюхаешь вот этот хлеб. Сразу пахнет Латвия, Латгалия. Ну и на этом я ролик хочу закончить. Все. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...